Дом множится Поприветствуйте еще раз друг друга Скажите, брат, сестра, приветствую тебя Слава Богу, что мы сегодня здесь Нас Господь привел в Дом Божий Будет говорить в наши сердца Открой его, дай Иисуса свое сердце Пусть Бог будет наполнено Богом Пусть Бог ответит сегодня на твои вопросы Он наполнит твое сердце миром, покоем, радостью своей Мы очень нуждаемся в этом, аминь Мы нуждаемся, чтобы Бог являлся нам И мы нуждаемся в Слове Божьем И вот Павел, своему ученику Тимофею Он говорит такие слова Мы все их знаем Все Писание Богодухновенно и полезно Для научения, для обречения, для исправления Для наставления в праведности Да будет совершен Божий человек Ко всякому Богову делу приготовлен Аминь Все Писание Богодухновенно и полезно Все И оно полезно для каждого верующего Аминь Во все времена, какие бы он ни жил Для всякого народа Для верующих из любого народа Писание очень полезно И мы с вами сегодня Еще раз воспоем Господу гимн Этот гимн, он создан На основании Псалма 41 И в нем есть такие слова Псалмопевец Он задает вопрос Как бы сам собой Даже давай По своей душе Что унываешь ты, душа моя И что смущаешься Что ты унываешь Что ты печалишься Что с тобой происходит И знаете Вот мы сказали Да, все Писание Оно Богодухновенно Оно полезно Да Во все времена То есть И вот такое состояние Нашей души Когда оно уныло Когда оно унывает Когда оно печалится Я уверен На 120% Что это У каждого верующего человека было Просто не могло не быть Да То есть И просто так Это написано В Слове Божьем И вот каждый из нас Он ощущал Такое состояние души Когда она унывает Когда она печалится Когда она По какому-то поводу Смущается Ну отчего Ну разные причины Да, бывают Ну бывает Человек там Не справляется С каким-то грехом Да, постоянно Он падает И печалится душа Да Душа возрожденного человека Она печалится Бывает Ты что-то просишь у Бога А Он Не дает тебе Это Ты ходишь из-за своих родных И близких Уже долгое время А Бог как-то не действует В их жизни Или ты в чем-то нуждаешься Да Ты спрашиваешь у Бога И не слышишь Вроде бы как ответа И душа твоя печалится Душа твоя печалится Когда Когда Она Когда ты вдруг У тебя такое состояние Да, как говорится В самовесенном стороне Позавидовал Безумным Да И твоя плоть Она тянется в этот мир Тянется в этот мир Ты видишь Да, у тебя вот такое состояние Ведь Плоть духу противится Не знаю И Да И когда Твоя плоть Она вроде бы Видит Смотрит в этот мир И как бы Вот она хочет получить Наслаждение Этого мира А духу противится Твой внутренний человек Он желает Жить с Богом Он стремится к Нему Конечно Душа Возрожденного человека Она печалится Когда что-то не получается У тебя В Боге Когда ты хочешь Ему служить Да Или что-то там Стремиться к Нему Познавать Его Грубины Божьи А у тебя не получается И тоже душа печалится Много причин Для печали Нашей души Когда ты Может быть Не ощущаешь Божьего присутствия Вдруг В своей жизни У тебя вдруг Сложилось такое ощущение Да У тебя ощущение Что Бога с тобой Сейчас нету Ты проходишь Какую-то пустыню И тоже душа печалится Но все эти состояния Да Мы знаем Что Бог допускает Нашей жизни Не просто так Не просто так То есть Мы знаем Что все происходит Все по Божьей Да По Божьей воле Да По Божьему видению Провидению Знаете Как выходить Из этого состояния Из печали Из такого уныния Ну некоторые предлагают Мирской способ Опыт скажем так Не способ А опыт Мирской опыт Перекладывая его На На Христианскую жизнь Да Вот как Вот например Люди в миру Они выходят То есть состояние Грусти Тоски Ну они идут В кино Да В театр Какое-то Увеселительное Заведение Чтобы там Ну как-то Поднять Концерты Да Как делают Христиане Они ездят На семинары Да Инкаунтры На трездиасы Да Иногда Вот у нас Сейчас трездиас Намечается И очень Печально наблюдать Когда люди Вот живут От трездиаса До трездиаса Да Вот это Эмоционального Подъема А в течение Там года Пока они Происходят Они входят В грусти В печали В такой В неудовлетворенной Жизни С Богом И служить Как бы не служат Да И вот что В таком состоянии Вот ждут Вот думают Вот трез наступит Вот поеду туда Вот я там наполнюсь Ну эмоционально Вот так поднимусь Да Духовно И что Что-то изменится В твоей жизни Дальше А потом приезжают С таких мероприятий И что Такое Духовное Похмелье Да То есть Духовное похмелье Ну проходит какое-то время Ты еще держишься На этом Ну кто Как всякого по-разному Да И снова опять Впадаешь В то же состояние Которое у тебя И было То есть это не выход Это не выход Такие мероприятия Они лишь тебе показывают Путь На отношения с Богом Но они не заменят Не дадут тебе Вот этого полноценного Полноценного Наполнения Радости В Боге Они лишь показывают Путь Что есть этот путь У кого У Бога Да Чтобы человек Наладил Отношения С Богом Личные отношения С Богом Не через кого-то Не через мероприятия Не через какие-то Методы Не программы А личные отношения С Богом Знаете Вот в этом Псалме 41 Здесь все Вот если мы будем читать Все сводится К молитве Да Вот вопрос Что унываешь Ты душа Моя Что смущаешь И все сводится К молитве Ну в разных Ее проявлениях И слезы мои Были для меня Хлебом В день и ночь Когда говорили мне Всякий день Где Бог Слезы мои были Да То есть и слезы Вот когда ты приходишь К Богу Когда вот печаль На твоем сердце Или когда Что-то тебя тяготит И ты начинаешь Размышлять А почему Да Что происходит Может я где-то неправ Ты начинаешь каяться Да Вот слезы Мы знаем Это жидкие молитвы Наши Так же вот тут Есть Такие слова Днем явит Господь Милость свою И ночью Песнь ему у меня Молитва К Богу Жизни моей Молитва К Богу Жизни моей Песнь Ну что такое песнь Это тоже опять же Восхваление Бога Когда мы приходим К Богу Мы славим Его Это наше отношение Такая определенная Разновидность Нашей молитвы Прославление Наша молитва Просьба Богу Да То есть молитвы Какие Вот что хочет От нас Бог Пока у тебя Не будет близких Отношений Ныне Ныне В таком Поражении В таком Этого хочет Бог И Он допускает В нашей жизни Вот эти испытания Чтобы мы проходили Эту пустыню Чтобы мы искали Его Чтобы мы учились Брать у Него Силы У Бога Для повседневного Похождения С Ним До служения Ему Повседневного Постоянного И знаете Вопросы Пытаться Слышать Его Твоя жизнь Она будет В такой Печали Постоянном Потому что Плоть твоя Она будет Тебя За собой Тащить В этот мир Будет За твоими Желаниями Платить Поэтому есть Выход Какой Наладить Отношения С Богом Наладить И знаете Писание говорит Что Царствие Божье Оно Усилием Берется Аминь И всякий Применяющий Усилия Восхищает Его То есть Мы понимаем Конечно Что мы Сегодня спасены По благодати Это милость Божья И Он нам Открывает Дверь В Его Царствие Он открывает Дверь Он хочет Чтобы мы Были сильными Христианами Поэтому И говорит Усилием Берется Чтобы мы Хотя бы Себя Заставили Прийти К Богу И попросить Говорит Воду жизни Даю дара Приди ко мне Пей ее Ну попроси Если у тебя Нету сегодня Этого желания Какого-то Служить Богу Вообще Ощущать Ты не ощущаешь Божьего присутствия Нету вот этой Жажды По Богу То попроси Его об этом Воззови Не просто Один раз Где-то там Судра Ну Господь Ну да А ну не дал Ну не надо Значит Бог Не дает Нет Настойчиво На коленях Как и говорится День и ночь По неотступности Как говорит Писание По неотступности У него Наши силы Эти силы Мы можем Восхищать Брать В свою жизнь Для радостной Жизни То чтобы мы Были довольны Блаженны Счастливы Эти силы У него Не нужно Применять Это усилие Приходить Богу Взывать К нему Он хочет От нас Близких Отношений С каждым Из нас Он строит Индивидуальные Отношения Доверительные Отношения Не через Кого-то Не через Какие-то Методы Не какие-то Мероприятия А лично Да Но эти мероприятия Нужны Они полезны Но они Опять же Нас приводят К этим Отношениям С Богом К этим Отношениям Поэтому Дорогие Братья и сестры Я вас Призываю Ищите Бога Уделяйте Ему Время Останавливайтесь От своих Суетных Дел Останавливайтесь Живите Верою И тогда Вы увидите Как Ваша Душа Она Перестанет Омывает Как Когда Вы будете Ощущать Божье Присутствие Когда На самом Деле Вы видите Живого Бога Живого Бога Тогда Он будет Прославляться Тогда Будет Сила И служить И славить Его Великого Нашего Господа Давайте Мы помолимся Великого 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 Продолжение следует...